короче почему-то вот этот на морозе вообще никак не работал пришлось и чуть-чуть смазать вот зашевелилась то завелась а так не заводилась только из-за нее а так со первого раза дерг и все сразу завелось но это так я просто прогрел немножко так нашел гаечки от старой нивы и сейчас мы наши вот эти ступицы будем прикручивать к низким колесам вот одно вот второе и будем примерять час на наш трактор правда придется крылья открутить крылья тут уже вообще не в теме посмотрим что получилось получится точнее так выяснил что гайка закручивается и упирается в бортик соответственно сюда нужно поставить проставки я одно время как-то купил проставки ну думал блин на хрена я их купил а вот оказывается вот именно для этого я их и купил сейчас пойду принесу и соберем уже с проставками так вот такие вот проставки я на самом деле думал что я их зря взял оказывается что они пипец как мне пригодились сейчас мы соберем колесики и уже конечный результат я вам покажу как получилось еще специально для трактора был приобретен вот этот ключ чтобы быстро все раз 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 поменять он будет как бы в комплекте с ним не знаю о чем где он будет там лежать но в общем приспособлен куда-нибудь чтобы быстренько что-то там быстренько заменить поменять потому что навесного будет много ну плюс там колеса еще что-то но так по мелочи ключ в общем нужно по-любому такой так прикрутили ступицы колесам вот так они смотрятся изнутри снаружи вот так изнутри сейчас мы здесь открутим крылья и поменяем на солидные колеса большие чуть крылья снял как-то по-убогому стал смотреться сейчас другие колеса накинем посмотрим какая разница получится чтобы вы понимали разница будет вот такая сейчас перекинем и вы увидите ну вот заменили колеса они почти в половину больше чем которые родные стояли единственно так вот крылья пришлось убрать но это же пол беды вот так это выглядит так вот непонятно почему передний вот бампер тут он на одну сторону смещён но это видимо из какой-то конструкции все у них смещено как-то нету по центру ничего не зря значит я вот эти валы купил шестигранны вот так вот тут даже есть место для утяжелителей их можно изнутри повесить хотя теоретически можно и внутри не знаю я вам скажу что мне нравится обалденно следующий кто под восстановление у меня пойдет это вот этот вот двигатель коленвал я в него вставил но там внутри еще нету поршни поршни вот он и здесь вкладышей нету соответственно поставим на приобрету вкладыши и буду дальше думать что к чему решил поставить вот этот коленвал потому что он со шлицом под под ремень короче будем его ставить а следующий двигатель мы будем наверное собирать на шлицах а шлицы у нас они под под вот это сцепление и что из этого получится пока не знаю так запутал как куда чё класть так этот пачки будем делать пачки вот а тот который со шлицами наверное вот его будем восстанавливать вот этот двигатель он тоже внутри весь пустой нет ничего там поршень есть но ответной части по моему нету да нету только одна часть соответственно шатун придется тоже докупать так что вот так а тут спереди тут спереди у нас вот чего в принципе а там даже спереди катушки нет уже они тоже есть так что пока вот так а и 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 Продолжение следует...